Привет, кадет! Это Дорожные войны и рубрика прогнозирования дорожных ситуаций. Сегодня у нас такая дорожная ситуация. Теплым пятничным вечером наш торопливый Джо решает выехать на пикник. В это время кажется, что весь город выехал на дорогу. Выезжая из города, скорость увеличивается, а плотность потока практически не меняется. Это одна из тех ситуаций, где если ты пытаешься держать дистанцию, то в нее тут же перестраиваются. Джо держится левые колеи впереди едущего авто. Машина все время двигается прямо, но в один момент резко дергается влево. Через секунду становится понятно. Водитель просто объезжал сильную выбоину на дороге. Джо не среагировал на ситуацию и попал колесом прямо в яму. Сильный удар по подвеске и по переднему колесу. На первый взгляд с подвеской все в порядке, но передний диск погнут. В этой ситуации Джо нужно было не думая повторить траекторию маневра автомобиля. Итак, какие опасности нас могут ждать, если мы едем прямо за автомобилем? Во-первых, автомобиль может резко начать тормозить или резко начать маневр. Что же мы делаем в этой ситуации? В этой ситуации у нас обычно нет возможности держать дистанцию, и нам приходится ехать в красной зоне впереди едущего автомобиля. Поэтому внимательно следим за машинами спереди и по бокам, а во время торможения еще и за задней машиной. Двигаемся по левой колее, если это не крайняя левая полоса дороги. Постоянно готовы к маневру или торможению? Держим дистанцию настолько, насколько это возможно, и смотрим на несколько машин вперед. Если впереди едущая машина делает резкий маневр, не думая повторяем маневр за ней, потому что, скорее всего, спереди перед машиной на дороге есть препятствия. Если мы замечаем, что автомобиль без причины ускоряется, замедляется и совершает маневры, максимально быстро увеличиваем дистанцию от него и при первой возможности обгоняем, соблюдая безопасный интервал. Продолжение следует... И помни, мотоциклист всегда прав, когда жив и цел. А теперь задание для тебя. Ты едешь в достаточно плотном потоке и через время замечаешь, что машина, которая едет спереди, совершает необоснованные маневры, часто с опозданием. Через время ты замечаешь, что у водителя в руке телефон. Пиши в комментариях, чем опасна эта ситуация и что ты будешь делать. Если ты считаешь этот ролик полезным, поддержи нас лайком и обязательно поделись этим видео в своих соцсетях. Так ты внесешь вклад в безопасность на дорогах своего города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!